Русский драматический театр из Хакасии имени Лермонтова представил учащимся первой школы Козылы театральный урок. Благодаря гранту фонда «Русский мир» ребята из ТУВ знакомятся со спектаклями по произведениям русской литературы в жанре театрального урока. «Скори, чертует щели, по преданному спели, скажи своей хозяйке!» «Пошли! Пошли!» Ученики наблюдают за перевоплощениями, происходящими на сцене, фантазируют, мечтают, размышляют вместе с артистами. Ведь все начинается, как в обычном мультфильме «Кошкин дом». Но неожиданно сюжет меняется, и артисты начинают интерактивную игру со школьниками. Оказывается, все герои мини-спектакли сталкивали со страшной силой огня. И таким образом они учат школьников главным правилам пожарной безопасности. Горит! Выходит мой старый сеновар! Я позвонил в пожарную, они встречались в сфорах, и подушили мой любимый сеновар. А ведь могли бы не успеть, но, к счастью, я знаю один небольшой секрет. Пожарный номер 01! Театральный урок – это особый жанр спектакля, позволяющий учащимся лучше усвоить школьную программу. Уроки литературы, рассказанные артистами в театре, одинаково интересны всем детям. Спектакль мне понравился, было весело. Я понял, что со спичками нельзя играть, пух не поджигать. Я знаю девочку, которая сидела на этом спектакле. Она сама когда-то подожгла дом, и это для нее поучительный урок. Мне он понравился тем, что актерами они очень веселые, очень хорошо выступали. Они нас научили тому, что нельзя баловаться спичками, куда звонить, когда случится пожар. После спектакля было понятно, школьники хорошо освоили урок. При этом артисты вовсе не гнались за образовательными стандартами. Ребята должны были сами запомнить пусть не основное, но оригинальное и полезное. Кроме того, Хакасский театр покажет и другие театральные уроки в зависимости от возрастной категории. По произведениям Лермонтова привезли песни о купце Калашникове, привезли Каштанку, Муму, Аленушкины сказки, Пазущенко. В общем, по произведениям русской литературы, по известным, по классике. Спектакль увидят учащиеся тувинских школ, студенты-филологи, учителя русского языка и литературы. В частности, актерами для педагогов будут проведены лекции и дискуссии, целью которых является определение путей взаимодействия театра и школы. Напомню, что артисты пропадут в Туве до 23 сентября.